Согласны ли вы с убеждением автора романа «Война и мир», что каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий? Какую книгу вы бы посоветовали прочитать тому, кто устал надеяться? Как вы понимаете, известное утверждение, что главное поле битвы добра и зла – сердце человека. Вот лишь несколько тем, на которые одиннадцатиклассникам было предложено написать сочинение по литературе для допуска к единому государственному экзамену. В рамках аттестации все школьники России должны продемонстрировать знания, которые они усвоили из школьной программы. Свои сочинения написали и старшеклассники городского округа Щелково. Проходит первый этап государственной итоговой аттестации – это итоговое сочинение. И сегодня в нашем пункте написания сочинения 217 одиннадцатиклассников. Сами школьники, конечно же, волнуются, несмотря на то, что каждый готовился. Ведь ребятам приходится сдавать экзамен в чужой школе. Но они не сомневаются, что все получится. Регулярно изучала произведения, изучала аргументы, биографию писателей, поэтические строки учила. Да, естественно, мандраж есть, но переживать в принципе нечего. Знания даются на протяжении 11 лет обучения, поэтому это не так страшно. Они занимают свои места. Затем я проверяю у них документы, соответствующие со своими. Ну и в принципе в 10 часов начинается вводный инструктаж деток. На задание ученикам дается ровно 3 часа 55 минут. Школьники могут пользоваться только орфографическим словарем. Также перед написанием сочинения каждый должен ознакомиться с инструкцией. За всеми действиями экзаменующихся внимательно следят, в том числе по камерам видеонаблюдения. Списать невозможно. Остается рассчитывать только на себя и свои знания. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.